Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить немного о маркетинговом регламенте Федерации конного спорта, документе которого пока еще не существует, только находится в проекте разработки. И во время этого вебинара хотелось бы объяснить, что это за документ, зачем он нужен и как он может помочь нашему конному спорту развиваться. Сразу оговорюсь, мы не знаем, какие будут в дальнейшем положительные моменты от его применения, потому что мы его вводим впервые и будем пробовать его использовать впервые, но надеемся, что это как раз путь к развитию вперед. Хочется начать в первую очередь с того, что же входит в сферу деятельности отдела пиар и маркетинга Федерации конного спорта России и пресс-службы, какие основные цели и задачи стоят перед теми людьми, которые за эту сферу отвечают. Это, конечно же, популяризация конного спорта за счет освещения мероприятий ФКСР в центральных и региональных средствах массовой информации. Здесь понятно то, что мы должны максимально освещать турниры, соревнования, выступления сборной команды России, знакомить широкую общественность с теми достижениями, которые в конном спорте есть. Безусловно, Федерация должна искать и привлекать спонсоров на крупные старты календаря Федерации конного спорта не только на старты, но и на другие мероприятия, которые ФКСР проводит. Ну и, конечно же, очень большое внимание уделяется сборной команде России. Нам необходимо обеспечить спортсменов экипировкой и помогать с финансированием стартов, участием наших сборников и лучших спортсменов страны в международных соревнованиях за рубежом, потому что мы все прекрасно понимаем то, что средства Министерства спорта, которые предоставляются, они ограничены и далеко не все расходы и затраты мы можем за счет этих средств погашать. В частности, транспортировка лошадей никаким образом не регламентирована со стороны Минспорта и оплатить перевозку лошадей на старты Федерация конного спорта за счет средств Минспорта, к сожалению, не может. И вы все прекрасно понимаете, что это, по сути, самая большая основная часть расходов при участии спортсменов в сборной команды в международных соревнованиях, которые проходят за рубежом. И, естественно, средства это немаленькие и спонсоры, которые к нам придут, должны быть готовы. большие крупные средства вкладывать. Однако после этого мы сталкиваемся с одной достаточно неприятной проблемой, которая связана с тем, что у Федерации конного спорта России для спонсоров на данный момент достаточно ограничены рекламные возможности. У нас есть официальный сайт, да, но, как вы сами понимаете, посещаемость этого сайта не очень большая по сравнению с другими медиаресурсами и центральными СМИ, потому что у нас достаточно ограниченная аудитория. То же самое можно говорить про социальные сети и про видеоматериалы, которые, да, мы делаем, мы стараемся улучшать их качество. Тем не менее, количество просмотров и даже количество подписчиков в социальных сетях, хотя из года в год это количество растет, оно вряд ли заинтересует крупные компании. Да, мы можем добавить логотип спонсоров положения и результаты турниров. Да, мы можем предложить рекламные возможности на так называемых офлайн мероприятиях ПКСР и Ворс, новогодняя елка, но в любом случае это, опять же, не те суммы, которые позволят сборной России выезжать на международные старты, на крупные турниры. Ну и, соответственно, у нас есть сами спортсмены, сама сборная команда по конному спорту, но здесь снова мы сталкиваемся с тем, что результаты наших спортсменов, в каждой, к сожалению, из дисциплин олимпийских конного спорта, а пока что мы говорим только об олимпийских дисциплинах, только они спонсорам могут быть интересны. Те результаты, которые показывает наша команда, не соответствуют тому, чтобы спонсор не заинтересовался, чтобы привлечь крупного спонсора, чтобы он стал спонсором сборной команды России по конкуру, по выездке, по троеборью, олимпийской сборной России по конному спорту, нам необходимы медали на крупных международных турнирах. И речь не просто об этапах Кубка мира, речь о чемпионатах Европы, чемпионатах мира и олимпиадах. Пока у нас не будет наград на этих турнирах, пока мы не будем входить в топ лучших всадников в рейтинге, мы не сможем рассчитывать на крупного спонсора, который будет обеспечивать сборную команду, ее перелет, проживание, участие в этих соревнованиях. Поэтому, соответственно, нам нужно искать другие варианты, другие пути привлечения средств, чтобы как раз высоких результатов наша команда смогла добиваться за счет участия в турнирах. Да, здесь у нас небольшой замкнутый круг, но, соответственно, нам из этого замкнутого круга нужно вырываться поиском спонсора в другой среде. И, как мы видим, рекламные возможности Федерации конного спорта на данный момент они достаточно ограничены, скудны, и, в принципе, спонсору предложить особенно и нечего. Но вы скажете, а где же в этом списке самый главный продукт для спонсора – это соревнования? Соревнования, они есть, но когда мы говорим про соревнования, у нас сразу возникает много «но», много дополнительных факторов, которые приводят к тому, что в Федерации конного спорта искать на данный момент спонсоров на соревнования с одной стороны сложно, с другой стороны невыгодно, и это больше привлекает к тому, что у нас возникает больше проблем от этого, чем профицита, выгоды и положительного движения. Потому что у нас обязательно возникает конфликт интересов между ФКСР и клубом-организатором, поскольку у каждого клуба, когда он организовывает крупные турниры, естественно, сам клуб тоже работает над тем, чтобы искать спонсора. У него есть свой пул спонсоров, у него есть уже в каких-то категории позиции, условно говоря, у него есть банк, какая-то компания на продаже недвижимости. Естественно, у него и Федерация конного спорта привела и еще в эту же категорию, потому что будут недовольны и сами спонсоры, и дальше будет очень сложно, как разграничивать две компании, условно говоря, из одного сегмента, два банка, две компании по недвижимости, два ювелирных бренда. То есть здесь по поводу спонсорских категорий сразу нужно очень много моментов Федерации и клуба-организатора турнира обговаривать. Далее. У каждого клуба есть свое видение стоимости своих рекламных площадей. В Maximist Tables это одна история, в КСК Ивановская это другая история, в Отраде это третья история, да, и на каждый турнир у них свой ценник на баннер, на видеоролик, на прокрутку рекламного ролика у себя на экранах, свою стоимость аудиорекламы. И плюс к этому у каждого клуба свои рекламные возможности. Баннер, да, на боевом поле может повесить каждый клуб, но дальше, если мы говорим про... смотрим глубже, то опять же у всех разные возможности. Ну, больше всего, наверное, я буду приводить примеры по Максиме, потому что здесь наибольшая вариация возможностей рекламных, соответственно, там можно сделать и ролик в онлайн-конференции, в онлайн-трансляции с рекламным роликом, и можно на плазме внутри в помещении пустить, и можно аудиорекламу делать, можно на большом экране сделать рекламу. В другом клубе есть свои опции. В Ивановском, например, огромные территории, и в прошлом году они делали очень интересные брендированные рекламные зоны. Тоже было очень, я думаю, то, что интересно для спонсоров. Но вот опять же проблема в том, что когда федерация пытается составить предложение для спонсоров, грубо говоря, какой-то общий шаблон, условно, для спонсора очень сложно, потому что в Карл-клубе рекламные возможности абсолютно разные. Далее, сложности у нас возникают и в предоставлении отчетности и реализации этих спонсорских контрактов. К сожалению, я не знаю, почему, с чем это связано, но клубы к своим спонсорам, они относятся трепетно. Я надеюсь, что относятся трепетно. А когда спонсор идет со стороны, со стороны федерации, и когда, в принципе, вот он не свой, то как-то к отчетности и к реализации тех обязанностей, которые есть, люди относятся более спокойно, более расслабленно. Я надеюсь, что можно забыть повесить баннер, можно забыть поставить пресс-вол, можно не сделать еще чем-то. Ирина, да, все эти сложности решаются заключением договора между ФКСР-комитетом, но сейчас я дойду до этого. Получается, что чтобы у федерации решать эти вопросы, есть с каждым клубом, который входит в календарь ФКСР, нужно... Сколько клубов у нас на данный момент существует и в календаре ФКСР? Очень много. Сколько мы должны кипотоговоров составить с каждым из клубов? Вот как бы я и веду к тому, чтобы вот это решить и сделать маркетинговой рекламе. Соответственно, технически сложно, как я уже говорила, составить именно привлекательный пакет турниров для спонсоров, потому что в каждом клубе все свое. У нас все разрознено, у нас общего, единого, кроме логотипа Федерации конного спорта, на этих турнирах нету ничего. И как раз мы стараемся, мы хотим, чтобы со следующего года эта ситуация изменилась. Соответственно, Ирина, сейчас подискутируем на эту тему. Наш вариант движения ФКСР, состав маркетингового регламента. Мы взяли его не из головы, мы придумали его не сами. Все-таки, я думаю, то, что мы та дисциплина конного спорта, которая должна развиваться, двигаться вперед, посмотреть на те виды спорта, которые более эффективны, более успешны как раз в работе, в том числе и по поиску спонсоров. В нашем представлении, но и не только в нашем, лидирующей позиции в данном моменте Констинентальной и Единая Лига ВТБ. И понятно, то, что Лига и Федерация – это немножко разные вещи. То, что, конечно, приравнивать их между... Но, тем не менее, лучшее, самое выгодное для нас, мне кажется, перенимать и стараться перенимать по максимуму, чтобы это работало. Так вот, в Констинентальной хоккейной лиге в Единой Лиге ВТБ существует регламент по маркетингу и пиар, в котором четко прописываются права и обязанности клубов перед лигой и четко прописывается система работы со спонсорами. То есть кто что должен делать, в какие сроки... И нам кажется, то, что это как раз и позволит нам в дальнейшем двигаться вперед, договориться нам, Федерацией и клубом по форме этого документа, маркетингового регламента, соответственно, понять, как мы будем двигаться вместе стратегически и плюс ко всему, как мы будем вместе, едино работать со средствами массовой информации, потому что это второй момент, который тоже хотелось бы запомнить, и он достаточно у нас пока что болезненный. И, соответственно, что даст регламент маркетинга, он для Федерации, конечно же, даст большую свободу действий в поиске и привлечении спонсоров на соревнования и в то же время повысит ответственность клубов по выполнению тех спонсорских обязательств, которые будут у Федерации перед спонсорами. Мы говорим не просто о спонсорах на турнир, мы говорим о крупных историях, например, титульный спонсор, календарь, а генеральный спонсор Федерации конного спорта. Мы говорим о компаниях, которые крупные и которым неинтересно вкладывать один миллион рублей, которые, если вкладываются, то мощные, и они должны понимать, за что они дают эти деньги. И если мы идем и просим эти деньги для того, чтобы потом потратить их на сборную команду России, мы должны дать что-то весомое, существенное, и мы должны понимать, что действительно Федерация реализована. Потому что сегодня... Словно говоря, я могу пойти к крупной компании, не знаю, там, в это, что, ребят, мы хотим, чтобы вы стали титульным спонсором календаря ФСР, но мы сможем это реализовать? Мы сможем договориться в короткие сроки с каждым из клубов, что они предоставляют... То есть... Очень сложное реализуемого потом. Соответственно, нам нужно начинать по-другому. Перед тем, как идти к спонсору, нам нужно внутри, между собой договориться, как мы будем упорядочить структуру внутри, чтобы потом, когда мы идем к большим, крупным инвесторам, у нас было уже четко проработано, и мы понимали, как, что, и мы будем двигаться дальше. Соответственно, структура этого регламента это взаимодействие ФСР и клубов по работе со спонсорами, да, это первая часть, это взаимодействие со СМИ, и третья составляющая – это внутренние наши коммуникации, ФСР и клубов в сфере медиа, в сфере социальных сетей, где тоже у нас пока что все очень-очень сильно плавающее. Так вот, соответственно, надеюсь, вы уловили основную идею, то, что мы стремимся к тому, чтобы у федерации и у клубов были возможности найти крупного спонсора, да, и, соответственно, у федерации должны быть опции, что она предлагает крупным спонсорам. И, соответственно, в этом регламенте мы четко прописываем, что клуб должен предоставить в случае необходимости, если такой спонсор находится в федерации. Соответственно, в этом регламенте мы четко пропишем то, что есть определенные регламные площади, которые клуб обязуется при запросе ФКСР предоставить на турнирах календаря. Понятное дело то, что мы не говорим про все турниры. Естественно, все абсолютно турниры, которые клубные, муниципальные и так далее никому не интересны. Да, мы говорим про крупные турниры. Пока что это, скорее всего, только чемпионаты России, Кубки России, и то, скорее всего, только по олимпийским дисциплинам конного спорта. Возможно, международные турниры. Здесь мы еще тоже будем в ближайшие месяцы думать, обсуждать, как лучше это сделать. И как это движение изначально, чтобы оно было адекватно сформировать, чтобы это было не слишком много турниров, чтобы это были лучшие турниры, да, вот самый сок, то, что у нас есть с соревнованиями. Дальше мы должны четко понимать, да, сроки предоставления всех рекламных материалов для размещения, формат предоставления отчетности. По сути, в этом регламенте мы четко прописываем, как в договоре, что должна сделать федерация, что должен сделать клуб, какие спонсорские категории затрагиваются федерацией, да, то есть какой спонсор приходит. Словно говоря, если федерация конного спорта договаривается с крупным банком, что он становится титульным спонсором календаря, то дальше клубы уже должны смотреть, чтобы не было внутри у нас никаких проблем с спонсорскими категориями. Словно говоря, у нас есть спонсор «Детский мир», который у нас сейчас участвует в спонсировании мероприятий детских, массовых мероприятий в Измайлово, мероприятий Russian Mini Cup в Максима Парк. Он также вкладывает средства в первенства на пони, которые проходят в Санкт-Петербурге. И, естественно, «Детскому миру» не хочется, чтобы были какие-то другие детские магазины в спонсорах, потому что это вот спонсорская история, которая будет в дальнейшем его не устраивать, и дальше он еще подумает, заключать контракт с нами или нет. А если он один, если он такой полновесный игрок в своей спонсорской категории, то, естественно, ему комфортно, приятно, и он будет сотрудничать с нами дальше. Далее еще один пункт, который, естественно, многим может понравиться, это система штрафов за нарушение тех договоренностей, которые есть в маркетинговом регламенте. Пункт такой не очень приятный для клубов, но при этом, сколько мы смотрели и общались в единой лиге ВТБ и в континентальной хоккейной лиге, как говорят сами составители регламентов, там без штрафов, к сожалению, система не работает. То есть клуб должен понимать то, что если он один раз не повесил баннер спонсора, то он там получит предупреждение, выговор. Если он второй раз не повесит баннер, то это уже будет денежная история. Ну и, соответственно, система бонусов и порядок распределения спонсорских средств, это все тоже будет четко прописано, чтобы ни у кого не возникало вопросов, куда потом все эти деньги, заработанные федерацией от спонсора, пошли. А в принципе, все это распределение средств будет идти по трем основным статьям. Это, во-первых, сама реализация спонсорского контракта, но это не самая большая статья, соответственно, нужно напечатать все баннеры, пресс-волы. Нужно, если в спонсорском контракте это прописано, сделать трансляцию на телеканале, да, в принципе, у нас нету, как бы сказать, матч ТВ, условно говоря, готов провести чемпионат России по конкуру, трансляцию чемпионата России по конкуру, но он не готов это делать на безвозмездной основе. Соответственно, если у нас будут средства, чтобы оплатить трансляцию, то чемпионат России по конкуру может идти на общедоступном телевидении. Если мы договоримся со спонсором, пропишем это с ним, то, что у нас обязательно трансляция чемпионата России по конкуру, если он выделяет такой объем средств, то, что мы можем себе позволить трансляцию, то, соответственно, часть средств и спонсорского контракта пойдет на реализацию этих возможностей. Естественно, это будут призовые тем клубам, которые максимально участвуют в реализации спонсорской истории в качестве призовых. Ну и основная часть, как я уже говорила, это финансирование сборных команд России, которые, к сожалению, пока что не могут собой, своими результатами заинтересовать крупных спонсоров, но это тоже такой замкнутый круг, пока не будет финансирования нормального сборных, нет результатов, пока нет результатов, нет крупного финансирования, и как бы нам нужно из этого замкнутого круга сейчас максимально вырваться, двинуться и пойти вперед. Далее, вторая часть маркетингового регламента, это история со средствами массовой информации. Это тоже такая боль конного спорта, потому что, как вы знаете, средства массовой информации без особой охоты и желания едут на соревнования по конному спорту, на то есть достаточно много причин, объективных, субъективных, но объективная причина, потому что, например, практически все крупные и важные соревнования по конному спорту проходят за пределами городов, и добираться в Подмосковье, в КСК Ивановское своим ходом, а журналисты в большинстве своем перемещаются своим ходом, а не на автомобилях, это достаточно большая проблема. Далее, конный спорт, он пока что, ну и я думаю, то, что в будущем существенно не будет настолько популярен, как другие более простые, более понятные и более дешевые виды спорта, и некоторые издания так в открытую, в открытую говорят, что у нас есть семь топ видов спорта, которые мы освещаем. Вот мы ими занимаемся, а все остальное хотите, платите за деньги. И как бы здесь тоже такая история, что мы должны пробиваться через эту стену, пытаться вот это нежелание писать, а нас преодолевать, и это очень сложно. Мне кажется, что постепенно лояльность СМИ к нам повышается, если смотреть на последние четыре года, первые два года, это было совсем все плохо у нас, но прорывным получился прошлый год с токийским туром, с олимпийской квалификацией, и в этом году, СМИ, вспоминая про те турниры, которые были в прошлом году, в этом году они тоже подтягиваются. Конечно, здесь большое достижение клуба в этом. В частности, вот в этом году очень хорошо были освещены пробеги в Отраде, благодаря как раз работе клуба в этом плане. И, мне кажется, чемпионат России по конкуру в этом году освещался значительно лучше, качественнее и интереснее со стороны СМИ, чем это было в предыдущие года. И надеюсь, что дальше, опять же, это вперед будет. Но, возвращаясь к маркетинговому регламенту, чтобы это движение было, все-таки нам тоже нужно четко понимать, как клуб и Федерация конного спорта работают со средствами массовой информации. В каждом клубе, который проводит крупные всероссийские международные соревнования, на уровне турнира должен быть человек, который отвечает за СМИ. Что подразумевается, отвечая за СМИ? Это тот человек, который знает, какие журналисты хотят приехать на турнир, когда хотят приехать на турнир. И он их готов в любой момент встретить, отвезти к всаднику, рассказать, что вообще здесь происходит, какая это дисциплина, кто куда должен скакать и в чем вообще суть, смысл данного мероприятия. Почему такой человек должен быть? Потому что, к сожалению, календарь Федерации конного спорта составляется таким образом, что турниры накладывают друг на друга. У нас, я не знаю, почему так, это не моя зона ответственности, но у нас крупные важные турниры в разных дисциплинах конного спорта обычно проходят в одни и те же даты. Даже в прошлом году токийский тур нахлёстывался на квалификационные соревнования, тоже олимпийские по троеборью. В этом году у нас уже, опять же, шел нахлёст. В предыдущие выходные с чемпионатом России проходили тоже интересные турниры. Сейчас, на следующей неделе, у нас параллельно будут проходить чемпионат России по выездке, но первенство России по выездке – это тоже место максимума. И чемпионат России по троеборью. И, соответственно, сразу встаёт дилемма, как организовывать работу, чтобы, по идее, два турнира, которые должны привлечь журналистов и СМИ, как организовывать работу, что журналисты должны съездить и на чемпионат России по троеборью, который на планерной, и на чемпионат России по выездке, который в максимуме. И как должна Федерация конного спорта, не имея человека на месте, если такого человека нет в клубе, организовать работу параллельно на двух турнирах с учетом того, что в Федерации за СМИ отвечаю я и есть также Мария Подгова, которая отвечает за маркетинг и пиар, но для которой это не является основной работой и не является ее зоной ответственности. То есть, по сути, за СМИ отвечает один человек, который должен разорваться на два турнира и как-то все это организовать. Поэтому, чтобы такого хаоса не было, в каждом клубе должен быть человек, который на время турнира, он может не являться пресс-секретарем, я понимаю, что пресс-секретарь в клубе это дополнительная ставка, но человек, который на время турнира берет на себя эту работу, он должен быть. Далее, еще одна важная история, про которую я уже упоминала, каждый клуб, который находится за городом в Подмосковье, где-то очень далеко от центра, и даже если не очень далеко от центра, но не в пределах города, он должен быть готов к тому, чтобы организовывать для журналистов трансфер. Это важно, потому что, я уже говорила, что журналисты передвигаются своим ходом, и если журналист не может легко доехать до соревнований, до турнира, он на него не поедет, потому что у журналистов, у большинства нет возможности, чтобы организация, средства массовой информации оплачивала им проезд, соответственно, все расходы на перемещение, они ложатся на журналиста. И сами понимаете, да, то, что желание поехать на турнир, если ты полдня потратил на то, чтобы туда доехать, полдня на то, чтобы вернуться, ради одной новости, которая в ленте, там, прилетит буквально, и никто ее не заметит, желания нет. Но если журналиста посадили в автобус у метро, довезли, там его встретили, он посмотрел, как здорово, какой красивый конный спорт, в следующий раз он захочет приехать. По крайней мере, если у него будет выбор поехать на конный спорт или на какой-то неизвестный турнир, если его в конном спорте приняли радушно, хорошо, и ему было комфортно, он пойдет еще раз, он выберет его. А если он мучился ради одной заметки, потратил там целый день, приехал никакущий абсолютно после этого соревнования, но нет желания ехать еще раз, ну никакого. К сожалению, осознания этого у большинства организаторов турниров по конному спорту нет. Осознания важности составления, создания минимальных условий работы для журналистов. Вот с этим мы хотим сейчас начать бороться, создавая этот маркетинговый регламент, в котором будет прописано, что именно нужно для журналистов, потому что в каждом клубе на время турнира необходимы минимальные условия. По минимальными условиями что поднимается? Все банально, просто, но, к сожалению, никто, за исключением пары кругов, практически никто это не делает. Если ты хочешь, чтобы журналисты приехали и освещали твой турнир, для начала нужно к этому подготовиться, нужно создать журналисту рабочее место. Рабочее место – это стол, стул, розетка, к которой можно подключить компьютер, ноутбук, либо зарядить фотоаппарат, либо как-то устроиться. Розетка, причем с интернетом, я интернет еще не дописала. Интернет, Wi-Fi. На чемпионате России по конкуру у нас возникла проблема, что приехали известия, и все здорово, но они не смогли реализовать свои идеи, потому что был плохой интернет. Они не смогли вещать онлайн напрямую. К сожалению, вот из-за технических проблем чемпионат России мог быть в известиях, еще значительно интереснее. Ну и, соответственно, вот стол, стул, и, конечно, хотелось бы, чтобы это была вода, кофе, чай, но это элементарно просто вещи, но, к сожалению, этого нет. Ну и еще очень важный момент. Соответственно, это рабочее место должно быть логистически расположено удобно для журналиста в плане работы. То есть он либо должен видеть, что происходит на поле, соответственно, эти стол, стул, там, так далее, должны смотреть на боевое поле, либо должен быть экран. И в любом случае перемещаться вот из этой зоны, где человек может сидеть, по клубу должно быть удобно, потому что, сейчас расскажу неприятный момент токийского тура, который, слава богу, как бы журналисты все отнеслись с пониманием, но вот такого быть, условно говоря, не должно. На соревнованиях по конкуру у нас был пресс-центр, у нас были стартовые протоколы, пресс-служба максимум отлично все работал, но из-за того, что сделали вип-зону, потом перегородили проход для всадников, было очень много людей, если вы помните, на конкуре. Получилось так, что пресс-центр, он получился, его вход-выход оторван от самого клуба, клуба. Что я имею в виду? То, что, чтобы пройти на другой конец боевого поля, нужно было выйти за пределы клуба, войти через другой вход, и только после этого, пройдя через другой вход, ты оказывался на другой стороне боевого поля. Вы представляете, какой маршрут нужно было совершить фотографу, чтобы сначала отснять всадника с одной стороны боевого поля, а потом с другой. Я уже молчу про то, что туалет тоже находился в той части. Соответственно, чтобы сходить в туалет, журналисту нужно было полностью выйти из конного клуба и зайти еще раз. Плюс ко всему, там была не очень приятная погода, шел, моросил дождь. И, как вы понимаете, вот эта логистическая история, она была, конечно, понятна, что там так все сложилось, что другого выхода и как-то вот что-то исправить не было возможности. Ну, вот таких историй нужно избегать, потому что, ну, это вот, для меня это было удивительно, потому что я раньше вот такой историей никогда не сталкивалась, что тебе нужно выйти из клуба полностью, чтобы дальше куда-то что-то перемещаться. Хотя пресс-центр, там было все удобно, все комфортно, повторюсь, были стартовые протоколы, были экраны, все было видно, комфортно, но вот территориальное расположение за счет того, то, что все боевое поле было перегорожено, со всех сторон стояло отцепление охраны, и журналисты нигде не могли пройти, это было, конечно, не очень приятно. Дальше, опять же, я сказала то, что на рабочем месте у журналистов должны быть стартовый протокол, технические результаты и просто материалы о дисциплине конного спорта, потому что большинство центральных СМИ не понимают, что такое конный спорт, они не различают ни конкур, ни выиску, ни калибори. И, опять же, третий момент, это после мероприятия для журналистов необходимо организовывать пресс-подход победителей, призеров турнира, а также официальных лиц. Почему нужно? Потому что те СМИ, которые конные, они все прекрасно знают в лицо и Петрова, и Черевани, и Симонию, и им несложно подойти пообщаться, и Щербакову, и Хайрулину, они подойдут. А люди, которые первый раз приехали на конный спорт, они понятия не имеют, кто как выглядит. И вот эта вот система пресс-подхода, она существенно упрощает жизнь и показывает внимание организаторов к работе журналиста. Плюс ко всему, почему я вообще, в принципе, об этом говорю. У журналистов, когда они едут на соревнования по конному спорту, должно быть четкое понимание того, куда он едет. Потому что если мы говорим про футбол, есть четкий регламент работы средств массовой информации. Они знают, что они пришли, да, они вот здесь посидели, либо в пресс-центре, либо вышли на поле, посмотрели за игрой. После этого будет пресс-конференция, после этого два журналисты от команды могут с тобой поговорить в МИК-зоне. Есть четкая структура работы журналистов на матчах континентальной хоккейной лиги. Ты приходишь, да, у тебя опять же есть пресс-центр, ты можешь выйти на ледовое поле, пойти посмотреть за игрой. Потом после игры у тебя есть опция пойти на пресс-конференцию, опция зайти в раздевалку команды выигравшей и там пообщаться с хоккеистами. Есть четко прописанная структура работы на соревнованиях по фигурному катанию. Там немножко другая история. Там, если ты хочешь поговорить с фигуристом, ты должен заранее заполнить заявку и прописать, с кем ты хочешь поговорить, и дальше пресс-служба договаривается с этим фигуристом и организовывает личное интервью. Соответственно, нам тоже, чтобы двигаться вперед, чтобы иметь лицо, в том числе, средств массовой информации, нужно, чтобы на всех соревнованиях этот алгоритм был одинаковый, чтобы не было такого, что Максима захотела так, Ивановская захотела так, от Рада сделала хорошо, но третьим образом. Все должны делать хорошо, но у всех должна быть одна структура. Только так у нас появится лицо, как вида спорта. Далее. И третий момент, на котором тоже хотелось бы остановиться, это внутреннее взаимодействие. Соответственно, тоже мы хотим прописать в маркетинговом регламенте. Внутреннее взаимодействие клуба и Федерации конного спорта. Смысл, опять же, в чем? Мы, естественно, хотим приглашать СМИ на крупные турниры. Но по факту у нас очень часто для приглашения СМИ есть только положение о турнире. Но вы понимаете, что в положении о турнире есть минимальная информация. Это программа, в которой очень часто не прописано время начала турнира, время начала маршрута. Ну и призовые, да, по сути. Больше нету ничего. Эта информация, зачастую, недостаточна для анонсирования мероприятия и для приглашения СМИ. Поэтому нам нужна обратная связь с клубом, чтобы они предоставляли заранее за неделю анонсы о том турнире, на котором мы приглашаем журналистов. Чтобы эти анонсы были в том числе и на сайте Федерации конного спорта. Туда худо-бедно, но все-таки центральные СМИ заходят. Чтобы эти анонсы были в социальных сетях. И вообще, в принципе, более четко мы хотим прописать взаимодействие уже на внутреннем уровне для именно непосредственно конно-спортивной общественности, чтобы это было более удобно, более понятно. Чтобы не мы выклянчивали у клубов информацию. Пришлите нам, пожалуйста, анонс. Мы умоляем вас, ну, пожалуйста, еще фоточку. А кого вы, кто там уже зарегистрировался, а какие спортсмены, а что. А была обратная система. Потому что понятно, что у нас сейчас не очень много турниров крупных. Да, и мы еще там можем себе позволить. Но мы же все-таки смотрим в будущее и стремимся к тому, чтобы крупных, серьезных турниров было больше. Соответственно, нам нужно сейчас начинать налаживать эту систему. Соответственно, предоставление фото, видеоматериалов, да, интервью. Важно это взаимодействие. И здесь еще очень важный момент с региональными федерациями, про которые я не сказала. Сейчас про СМИ я говорила в первую очередь про центральные СМИ. Но мы прекрасно понимаем, что если мы проводим крупный турнир не в Москве, а в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в других регионах, которые хотят принять крупные старты, то на клуб ложится очень большая нагрузка по привлечению региональных СМИ. Потому что мы прекрасно понимаем, что из Москвы никто не поедет ни в Санкт-Петербург, ни в Екатеринбург, никуда освещать турниры. Мы можем, федерация берет на себя нагрузку по освещению, по предоставлению материалов в центральные СМИ, но федерация не может поехать в Екатеринбург и приглашать екатеринбургские СМИ, потому что просто нету контактов. И честно, нету понимания, какие СМИ в Екатеринбурге и кого вообще звать. А у клуба, который непосредственно там живет, работает, существуют многие годы, у него должно быть понимание, какие местные СМИ освещают конный спорт, кого можно позвать, пригласить. Потому что все эти мероприятия, про которые я говорю, да, в Москве, в Подмосковье, это для первой очереди мы рассматриваем, что будут приезжать центральные СМИ. Если мы говорим про регионы, то должна быть очень большая работа по привлечению регионов. Опять же, в некоторых клубах эта работа ведется и ведется активно. Соответственно, тем клубам, которые хотят проводить у себя чемпионаты, и многие озвучивают такое желание проводить чемпионат России, например, где-нибудь в Сибири, то должно быть осознание, что и эту работу по СМИ нужно обязательно проводить. Вот, но, соответственно, кратенько, но, соответственно, по маркетинговому регламенту планируется то, что мы до конца года сформируем основные принципы статьи по нему, будем искать, пытаться найти спонсоров, и в дальнейшем этот регламент должен быть утвержден в бюро, и будет работать со следующего года. Ежегодно мы будем его обновлять в соответствии с теми изменениями, которые будут происходить. Ну и, соответственно, он будет распространяться на все клубы, которые входят в календарь ФКСР. Не знаю, будет работать, не будет работать, но нам нужно пробовать и двигаться дальше. Если мы будем дальше действовать так, как мы действуем, мне кажется, движения вперед не будет. Вот, спасибо за внимание. Соответственно, сейчас мы будем, как я понимаю, дискутировать с Ириной, потому что я... Там была активная переписка, упустила момент. Ирин, смысл в том, маркетинговый регламент. Я понимаю то, что там бумажка важна, с каждым клубом договор. История про договор с каждым клубом, она звучит последние два либо три года. И мы при заключении этого договора утыкаемся в огромное количество проблем при заключении этого договора с клубом. И, ну, вы поймите, то, что у нас там 20 клубов, да, которые проводят... Ну, 20, я, конечно, увеличила, условно говоря, 20 клубов, да, которые проводят крупные турниры. С каждым из этих клубов нам нужно будет заключить договор. И при этом там каждый клуб будет этот договор всячески менять. И, по сути, каждый договор, опять же, мы сталкиваемся с тем, что у нас нету какого-то унифицированной истории, у нас нету унифицированного предложения для спонсора. А хочется все-таки, потому что ты приходишь к спонсору, говоришь, мы вам предлагаем баннер, аудиорекламу, вот это на 20 вот этих вот площадках, на вот этих турнирах. И вот это вот мы четко хотим прописать в маркетинговом регламенте. И, соответственно, регламент этот, он, по сути, и есть договор. Если ты подписываешься на проведение турнира календаря Федерации фондового спорта, ты обязуешься выполнять этот регламент. То есть, точно так же, как просто регламент ФКСР. Смысл в этом. И я надеюсь, что клубы это услышат и согласятся на то, что это действительно нужно. Если нет, ну, значит, в следующем году мы будем мыкаться, пробовать. В любом случае, идея в том, что пробовать, стремиться и двигаться дальше, пытаться развиваться, сколько мы вот за последние 2-3 года намученные горьким опытом работая со спонсорами и с клубами, вот родилась такая идея. Надеюсь, что она будет работать. Есть еще вопросы? Спасибо, Ирина. Да, там дальше уже будет вопрос взаимодействия с клубами и их понимание того, что это нужно. Коллеги, если нет вопросов, то я думаю, тогда мы делаем небольшой перерыв, да, и переходим уже к следующей теме про новый сайт Федерации конного спорта. Да, мы, как Маша пишет, всегда открыты для предложений, и главный момент работы, по крайней мере, нашего небольшого отдела с Марией Панковой, мы всегда открыты для предложений, для идей, и если мы можем их реализовать, мы всегда готовы участвовать и все делать, и помогать со спонсорами, и помогать с рекламой, и помогать социальными сетями, с видео, со всем. Если это адекватное, нормальное предложение, то мы готовы работать, готовы все обсуждать. Ну и, соответственно, дальше мы сегодня еще расскажем про новый сайт. С новым сайтом там тоже мы надеемся, что он будет удобным, полезным для всех. Пока что у нас не все реализовано, но что мы хотим сделать, мы расскажем буквально через пару минут.